МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал АЛЛАУ-Новости. В студии Елена Щегельская. И коротко о главном. Кустанай в этом году отремонтирует два центральных сквера. На одном из них работы уже начаты. Татьяна Калюжина с подробностями. Ужесточить наказание для организаторов подпольных лабораторий синтетических наркотиков требуют депутаты Мажелиса. По данным врачей, в Кустанайской области растет процент пациентов, имеющих зависимость именно к синтетике. До конца этой недели в Кустанайской области ожидается теплая и ясная погода. Местами температура воздуха будет доходить до плюс 30. Но уже к понедельнику погода резко изменится. Подробнее расскажет Алия Дасмагомбетова. В Кустанай идет реконструкция сквера по улице Байтурсынова, что напротив городского Акимата. По данным отдела ЖКХ, здесь планируется полностью поменять брусчатку, обновить памятники и фонтан. Уже после 9 мая подобные работы начнутся и в центральном сквере, но не на всей территории, а на пешеходной части улицы Толстого, где находится большой фонтан. Татьяна Калюжная расскажет подробнее. На прошлой неделе в сквере по улице Байтурсынова, где расположены памятники Александру Пушкину и Лаврентию Тарану, сняли брусчатку и приступили к ее полной замене. Как отмечают в отделе ЖКХ, здесь уложат сразу 9 видов брусчатки разных цветов. Дизайнерский подход здесь был задан. Они будут цветные, они будут с крошкой. Начало, в принципе, мы начали уже с Пушкина, то есть с угла Пушкина, где вот именно основная дорога, где фонтан. Здесь будет такая композиция всех видов брусчаток. Помимо этого уложат бордюры, разобьют цветники, высадят больше 15 новых сосен и кизильник по основной аллее. В общем, на эти работы будет затрачено больше 100 миллионов тенге. Завершить их намерены до 9 мая. Строительные работы начнутся и на территории центрального сквера, причем уже после 9 мая. Как отмечают в отделе ЖКХ, сроки для подрядчиков поставили кратчайшие. Завершить работы планируется уже к 1 июня. Новая брусчатка появится не по всему скверу, а только по улице Толстого от памятника Ебралтенсарина до КРУ. Она тоже будет, как отмечают чиновники, разноцветная. На средний ремонт этого участка выделено 180 миллионов тенге. Здесь еще заложены замена скамейки, урн. На центральном сквере 100 урн и 100 лавочек. Это по всему скверу. Они будут со светлого мрамора. Тоже очень такой красивый дизайн. Что касается основного фонтана, здесь то его реконструируют, заменят плитку и немного изменят форму. Обновят здесь еще 5 ближайших фонтанов, которые расположены по улице Байтурсынова от городского Акимата до Казахско-Французского центра. В центральном сквере, кстати, уберут фонтан со скульптурой бегемота. На его месте должен появиться пешеходный фонтан. На то, чтобы привести их в порядок, из госказны выделено больше 200 миллионов тенге. Работы по их ремонту и реконструкцию должны завершить в начале лета. Алексей Краснов и Татьяна Калюжная, РТН. К другим темам. В убийстве с особой жестокостью обвиняется житель Кустанайской области. В уголовном спецсуде региона началось рассмотрение обстоятельств совершения преступления в райцентре Узунколь. Согласно обвинению, молодой человек нанес своему родственнику многочисленные телесные повреждения, используя молоток, и снял последствия на камеру мобильного телефона. Подробнее о материале Виталия Луговского. Перед судом пристал 22-летний житель райцентра Узунколь Алжас Токарин. Ранее он уже провел 8 месяцев в колонии. Чем занимался и где жил молодой человек после отбытия срока, в суде не прозвучало. Его тетка, учительница Узункольской школы Салтанатки Никенова, рассказала, что Алжас написал ей в конце декабря 2022 года о том, что у него закончились деньги, а он хочет кушать. Женщина переслала ему пару тысяч. Через день или сколько он уже написал, что ему негде жить, его выселили. И супруг сказал на улице морозы, все-таки Новый год приближается, пусть приезжает. Мы наняли такси, потому что он сказал, что на такси у него денег нет. Так он к нам приехал. Алжас остался в доме у тети, ее мужа и их четверых несовершеннолетних детей. Днем, как рассказывает женщина, он уходил и приходил чаще всего только ночевать. С главой семьи Куандеком он ни разу не пил до 17 февраля. Что произошло вечером того дня, женщина не помнит. События отражены в материалах уголовного дела. Около 20.00 часов в Токаре, находясь в гостях у своего родственника Кен Кенова, Куандека Амангельдиноча, 83-го года рождения, в кухонной комнате, стали распивать вдвоем за кухонным столом спиртные напитки. Как сказано в обвинении, нетрезвый Куандек оскорбил жену, которая от конфликта вместе с дочерми ушла к родственникам, оставив дома семилетнего сына. Мужчины продолжили пить, а когда напитки закончились, пошли покупать еще. Алжас оказался в доме раньше хозяина, наедине с бутылкой водки, в ходе употребления которой, по материалам дела, начал обдумывать свои будущие действия. Прокурор отметил, что проведенная судебная психолога-психиатрическая экспертиза вывела у Токарина целый ряд индивидуальных психологических особенностей, среди которых эгоцентричность, страдание от нехватки внимания, ранимость к замечаниям, обидчивость, субъективная оценка обстоятельств. В дальнейшем в ночь на 18 февраля 2023 года, примерно в 3 часа ночи в ходе произошедшего конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений Токарин, находясь в ванной комнате данного дома в возбужденном состоянии, нанес более 20 ударов кулаками своих рук в область лица, головы и грудной клетки Кенкенова. Дальше в ход пошел молоток. Свидетелем сцены стал проснувшийся сын Кенкенова, которого Алжас отправил обратно к нему в спальню. А тети Токарин позвонил по видеосвязи и, показывая ее мужа, рассказал, что так отомстил за нее. Вернувшись с родственниками домой женщина вызвала скорую, но ее муж скончался в больнице через 3 часа. Алжасу Токарину предъявлено обвинение в совершении убийства с особой жестокостью. Но вину он не признает, заявляя, что смерти супруга тети не хотел. Виктор Ваташко, Виталий Луговской, РТН Депутаты Мажелиса просят ужесточить наказание для организаторов подпольных лабораторий синтетических наркотиков, а также привлекать к уголовной ответственности за вербовку к незаконному обороту наркотиков через соцсети и интернет. По мнению специалистов, ситуация в стране в этом направлении требует принятия более серьезных мер со стороны государства. Подробности в материале моих коллег. В Кустанайской области, как отмечают врачи-наркологи, растет процент пациентов, имеющих зависимость к синтетическим наркотикам. Это, по их словам, весьма опасная тенденция. Синтетика, по сути, непредсказуема. Формула таких наркотиков меняется чуть ли не ежедневно. И врачам очень сложно затем выстроить протокол лечения. Также синтетические наркотические вещества опасны тем, что вовлекаемость количества пациентов, лиц, употребляющих эти новые формы, намного моложе, чем нам бы хотелось думать. Подвержены на данный момент употреблению синтетических наркотических веществ – это в основном подростки, молодежь, лица среднего возраста. Депутаты мажориста парламента страны тоже бьют тревогу. Они требуют принятия конкретных мер по противодействию распространению синтетических наркотиков в республике. Потому что сейчас даже разработанный в рамках послания президента страны комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом в стране на 2023-2025 годы не принят. Его утверждение, как отмечает депутат Динара Шукижанова, затягивается, а срок принятия и вовсе перенесен с марта на июль этого года. Вместе с тем в этот документ депутаты просят внести изменения, которые, по сути, должны помочь в решении проблемы. Упростить механизм внесения под контроль новых видов наркотиков, прекурсоров, иных веществ и оборудования, используемых для их изготовления. Оснастить все территориальные подразделения УПН современными аппаратно-программными комплексами для выявления противоправных контентов с их подключением к широкополосному интернету в обход единого шлюза МВД. Также депутаты считают, что в стране необходимо ужесточить ответственность за организацию деятельности подпольных нарколабораторий и оборот конструкторов, используемых при изготовлении синтетических наркотиков. А в Уголовном кодексе ввести квалифицирующий признак привлечения к уголовной ответственности за вербовку лиц к незаконному обороту наркотиков, в том числе с использованием информационно-коммуникационных систем. Ханзен Дурпиисов и Татьяна Калюжная, РТН. Несчастный случай в Кустанае. Пенсионерка погибла в результате падения с большой высоты. Сейчас обстоятельства происшествия выясняет полиция. Подробнее об этом, а также о наказании, которое просит назначить прокурор женщины, обвиняемой в вовлечении кустанайцев в финпирамиду, и об инициативах полиции, предлагаемых банком для совместной борьбы с интернет-мошенничествами. В нашей рубрике «Коротко». Пожилая жительница Кустаная выпала из окна пятиэтажки. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщили в ответ на наш запрос в департаменте полиции региона, 2 мая в Кустанайе на улице воинов-интернационалистов из окна четвертого этажа выпала 86-летняя пенсионерка. По факту падения проводятся досудебные расследования, назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Несколькими днями ранее, вечером 27 апреля, аналогичный несчастный случай произошел на улице Кубеева. Из окна пятого этажа выпала 85-летняя женщина. Лишением свободы просит наказать прокурор создателей кустанайского филиала финансовой пирамиды. Окончательный вариант обвинения гласит, что Ольга Тропанец, Гульшар Житпизбаевой и ее братом Шингисом Кимельбаевым открыли в Кустанай филиал гонконгской фирмы «Антарес», обещая вкладчикам 2-процентный ежедневный доход. Участники пирамиды вкладывали от сотни до 300 тысяч долларов США. В общем, деятельность пирамиды были вовлечены 97 граждан Казахстана, из них 33 жителя Кустанайской области, от которых на счет организаторов поступило более 46,5 миллионов тенге. Конкретно подсудимые почти половина из этой суммы. Житпизбаева и Кимельбаев за сотрудничество со следствием переведены в свидетели. Гособвинение считает, что вину тропанец полностью доказанной и просит назначить ей 6 лет лишения свободы в колонии-поселении. Но ввиду наличия в нее троих детей и ожидания появления четвертого ребенка, отсрочит отбывание наказания на 5 лет. Женщина на пленях заявила, что вину полностью не признает, так как является такой же потерпевшей, как и все остальные. На следующей неделе ей предоставят возможность для произнесения последнего слова. Меры борьбы с интернет-мошенничеством обсудили в Кустанайе. Полицейские представили сотрудникам филиалов банков ряд инициатив для предотвращения подобных преступлений. В Кустанайской области их уже реакцируется в 3,5 раза больше, чем 5 лет назад. По данным полиции, основная масса потерпевших – это недостаточно информированные о видах интернет-мошенничества пожилые люди. Растут и сумма ущерба. За 4 месяца кустанайцы отдали мошенникам более 730 миллионов тенге. Более 70% похищенных денег приводится через криптокошельки на территории других стран. В Кустанайском департаменте создан пилотный проект «Гиберпол», в котором полицейские будут напрямую работать с финансовыми организациями. Это позволит незамедлительно приступить к проведению родственных мероприятий. Появится возможность блокировать всю цепочку счетов, что значительно усложнит преступникам поиск каналов для вывода похищенных денег. Продолжаем выпуск. Лежание на гвоздях, трюки с топором и кирпичами и приемы рукопашного боя. Вахта памяти прошла сегодня в парке Победы Кустаная. В ней приняли участие военнослужащие пограничной службы, курсанты военно-спортивных клубов в области и кадеты. На мероприятие пригласили ветеранов. Мои коллеги с подробностями. Вот так с гимна в парке Победы Кустаная началось торжественное мероприятие вахта памяти. Сегодня военнослужащие пограничной службы КНБ, а также курсанты военно-патриотических клубов поздравляют ветеранов. Один из них Андрей Шаров. Он попал на фронт в 1944 году под Харьковом. Службу он проходил в лесах на западе Украины. Андрей Яковлевич до 1950 года боролся с группировками бандеровцев в рядах погранвойск НКВД. Сегодня ветеран Великой Отечественной войны уже 96 лет. Молодежи я желаю хорошего и доброго, чтобы они лучше учились, старались. Желаю вам доброго здоровья, успехов в ваших учебе, трудах и так далее. С праздником Великой Победы! Помимо концертной программы, военно-патриотические клубы подготовили показательные выступления. Лежание на гвоздях, труки с топором и кирпичами и приемы рукопашного боя. Мероприятие вахта памяти стало уже традиционным. Ребята выступают перед гостями, показывают свои умения в строевой подготовке. Также члены клубов стоят в почетном карауле у каждого мемориала в парке. Это мероприятие было направлено на преемственность поколения, чтобы подвиг наших героев, наших ветеранов никогда не забывался. Ихний дух, ихняя преданность, ихнее мужество передавалось от поколения к поколению, чтобы наши защитники были всегда готовы защитить нашу родину, Республику Казахстан, чтобы могли встать на защиту и быть готовы в любой момент обеспечить надежную безопасность нашего государства. Завершилось мероприятие минутой молчания и возложением цветов к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны. Хамзан Урпиисов, Алияда Смагомбетова, РТН. В Казахстане заработала специальная платформа ко Дню Победы. Там можно разместить информацию о героях Великой Отечественной войны. На этом сайте любой желающий может рассказать о своем герое, будь то воевавший дедушка, бабушка или любой другой близкий человек. Для этого необходимо пройти по ссылке, нажать «Отправить информацию о ветеране» и заполнить анкету. Также есть возможность прикрепить фотографию ветерана. Пока на сайте есть информация только об одном кустанайце. Ясная теплая погода без осадков будет сохраняться в Кустанайской области до конца этой недели. В некоторых районах температура воздуха будет доходить даже до плюс 30. Но уже на следующей неделе погода резко испортится и начнет приобретать неустойчивый характер. О прогнозе синоптиков расскажет Алия Дасмагомбетова. Впереди кустанайцу ждут длинные праздничные выходные. Погода в эти дни будет разной. В Казгидромете рассказали, что благодаря влиянию арктического антициклона в субботу и воскресенье с погодой повезет. Она будет теплой, ясной и без осадков. Температура воздуха ожидается от 25 градусов. А на юге области будет доходить даже до плюс 30. Но это ненадолго. С понедельника же погода постепенно будет приобретать неустойчивый характер. В северо-западных регионах области пройдут каковременные дожди с грозами и порывами ветра. Также температура воздуха днем на северо-западе области, точнее во всех северных регионах области, резко понизится до 18-23 градусов тепла. Такая неустойчивая погода будет обуславливаться прохождением атмосферных фронтов. Продлится она недолго. По прогнозам синоптиков, уже в четверг снова потеплеет. В целом, по словам Светланы Кан, погода в мае будет в пределах нормы. А это в среднем 13 градусов тепла. В течение второй и третьей декады будет ожидаться постепенное повышение температуры воздуха, как ночью, так и днем. Во второй декаде будут сохраняться еще ночью заморозки до 3 градусов мороза. Также по всей области пройдут кратковременные дожди. Пока никаких аномалий на май не прогнозируется. В конце месяца наступит настоящая майская погода, но с порывами ветра до 20 метров в секунду. А вот осадков ожидается меньше нормы. Валерий Тощев, Алия Досмагомбетова, РТН. В этом году Житикаринскому району исполняется 95 лет. В честь этой даты запланирована череда мероприятий. Одно из них – форум земляков. Известные и успешные выходцы из Житикаринского района приехали на родную землю, чтобы встретиться со школьниками. Подрастающему поколению известные педагоги и врачи, спортсмены и деятели культуры рассказывали о своей формуле успеха. За происходящим наблюдала наша съемочная группа. Известные личности, о которых знают не только в Кустанайской области, но и за ее пределами, стали участниками первого форума земляков. Все они – выходцы из Житикаринского района. Добившись успеха в своей профессии, сейчас они – пример для многих. Именно поэтому для ознакомства с ними пригласили житикаринских школьников старших классов. Наша эта встреча даст прежде всего для детей будущий выбор профессии, ориентированно на самообразование. Здесь мы хотим, чтобы дети увидели, как наши земляки начинали свой путь, как они его проделали, чтобы они поняли изнутри, как это профессия, чтобы встретились, задали точечные вопросы. В двух школах были развернуты профплощадки по восьми направлениям – медицинское, педагогическое, техническое, экономическое, юридическое, искусство и актерское мастерство, госслужба и спорт. На последнее ребята смогли не только поговорить на интересующие их темы, но и увидеть гостей в деле. Играют гимн, поднимают флаг – это в двух случаях. Когда выходит президент и когда награждают чемпионов. И когда в честь тебя поднимают флаг и играет гимн, то я вот ребятам говорил, то многие плачут, какие бы мы там не были бы шалопаи, там спортсмены такие, всякие бывают. Ну, плачут, оно пробивает это чувство гордости за свою родину. Я думал, что эти люди, типа, ну не как мы, как обычные люди, они, как обычные люди, так же тренижуются постепенно, узнают все. Такое же питание, сон, обычная жизнь семейная. Для меня было это очень интересно, потому что вообще такого я не слышала, что был форум земляков. И есть определенная программа интересная, встречи, мастер-классы. Но мне, во всяком случае, это был очень интересный такой опыт. Я желаю, чтобы он был традиционным. В здании районного дворца культуры организовали выставку с историческими вырезками о районе. Там же состоялась конференция с показом фильма «Остановление Житегоры» и выступлением меценатов о планах дальнейшего развития города. Приятным событием для житегоринцев стала презентация спортивной площадки «Ботагос». Здесь уже скоро за счет привлеченных средств построят детскую и скейт-площадки и воркаут-зону. А в честь открытия уже возведенного мини-футбольного поля детям подарили мячи. Кроме этого, приглашенные гости форума и молодежь города создали аллею земляков, вместе высадив 40 саженцев плодовых деревьев, тем самым скрепив дружбу поколений. Татьяна Калюжная при содействии телекомпании «Акцент». Такими были события дня у меня. На этом все. До свидания.